Положительная практика многодневного голосования зарекомендовала себя еще во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По мнению экспертов, выборы, которые проходят несколько дней, вовлекают большее количество избирателей, при этом есть возможность обеспечить безопасность и соблюдение прав граждан. Этот опыт собираются применить на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Приморского края. Скопление людей на участке, это понятно, это небезопасно, тем более сегодня стоит вопрос о третьей волне уже коронавирусной эпидемии. Если мы говорим про Приморский край, то сентябрь месяц это традиционные тайфуны. И сегодня климатические условия показали то, что творится у нас на юге, то, что творится у нас в средней полосе России. Как раз говорит, что когда случаются сложные климатические проблемы, то людям уже будет недоголосование, ни до, ни после. Поэтому это для Приморского края, я считаю, очень такое хорошее подспорье. В Приморском крае прошли обучающие семинары по подготовке наблюдателей для их последующего участия в выборах разного уровня. В настоящее время подготовлено более трех тысяч электоральных экспертов, что позволит обеспечить открытость и общественный контроль. Помимо традиционных партий, сегодня, если мне не изменяет память, на сегодняшний день больше 17 партий изъявили желание принять участие в голосовании. То есть это дает возможность более широкому привлечению населения. Вот как раз мы говорим про разные слои населения, для того, чтобы каждый человек мог высадить свою точку зрения. Практика многодневного голосования уже применяется в Южной Корее, Франции, Швейцарии, Чехословакии. Таким образом, в избирательный процесс оказывается привлечено наибольшее количество избирателей. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.